Многие люди, кому нравился Джи Уотто, не нравилось, что это Харви Дэвидсон. Момент, когда Альенса только был заложен, то есть был только рендер и мотоцикл не существовало в природе, было продано 8 дземпляров с помощью картинки. Привет, это рубрика Мотозона. История, которую я сегодня буду рассказывать, она для меня не то чтобы личная, но по-человечески меня цепляет. Дело в том, что 10 лет назад в каком-то очередном гараже, совершенно обычном, какие-то ребята начали пилить мотоцикл Хонда Сит. Многие делали примерно то же самое, таких гаражей было множество, но у этого судьба была совершенно особенная. Потому что первый проект не был каким-то прорывом в области кастомайзинга, не являл собой какой-то шедевр, но появился первый мотоцикл, потом второй, потом третий. И потом на какой-то стародавней мотоконвенции в Москве много лет назад я познакомился с Владом, создателем той мастерской, это бокс 39, как вы разумеется поняли. И мы с ним, ну тогда стали приятельствовать что ли, потому что он к счастью понимал, что для любой начинающей студии важна публичность. Мне как раз этого было и надо, потому что я искал интересные проекты для съемок. И в общем как-то начали, что называется, поддерживать связь. Меня уже тогда поразило, что Влад изначально думал несколько другими категориями, нежели большинство людей из этой сферы. То есть бокс 39 это не та история, что вот мы ребята, которые понимают в теме, и мы работаем для других ребят, которые тоже понимают в теме. Нет, он изначально смотрел на свое предприятие, как на нечто, ну такое что ли, индустриальное, если хотите. Проходит время, проекты становятся все серьезнее и серьезнее, все дороже и дороже, техника сложнее и сложнее. В какой-то момент появляется проект Джиотто, про него у меня тоже есть видос. И тогда Влад говорит, что мол вот этот мотоцикл, он станет мелкосерийкой, я буду продавать какие-то комплекты, я их буду выпускать в определенном количестве. И мне тогда показалось, что эта идея как бы помягче выразиться слишком смелая. Что в России мотоцикл за бешеные тысячи, что там тысячи за миллионы, который будет не уникальным, а будет лишь одним из множества, и кто-то будет за это дело платить. Тем более, что это не какой-то правильный такой околохарлеевский кастом, а странный хай-тек, которому мы вообще не были приучены. Проходит время. За первым Джиотто появляется сначала второй экземпляр, потом третий, потом четвертый, потом пятый. И на данный момент эта модель разошлась тиражом аж в 45 штук. Для кастомайзинга, тем более российского, эта величина близка к запредельной стоит. Опять же, надо двигаться куда-то дальше. В конечном счете появляются другие проекты. У меня, кстати, был один интересный мошек на канале, где, по-моему, диски стоили аж полтора миллиона, и на их производство уходил только что не целый месяц. Тем не менее, история каким-то образом движется вперед, студия тоже движется вперед. И вот тут, понимаете, самое главное. Потому что очень часто в комментариях, ну не то чтобы очень, но достаточно часто, я натыкался на такое, знаете, по-разному негативное отношение к студии Box39, причем по-разному. Кто-то говорит, что это, мол, не настоящий кастомайзинг, это все там как-то на компьютере делают, это не по-нашему. Иногда это бывает какой-то просто такой вот сдержанный негатив, вообще не аргументированный. И на самом деле для меня это парадоксальным образом, ну знаете, признак некого высшего уважения. Потому что в конечном счете зависть это та невидимая, но абсолютно нервущаяся нить крепче любого кевлара или карбона, который соединяет людей, у которых что-то получилось в жизни, с теми, у кого не получилось. Просто поймите одну простую штуку, прошло 10 лет, и гараж, в котором когда-то делали стит, превратился в одну из самых клевых кастом-студий на планете Земля, по моему глубокому убеждению. И это дико круто, потому что надо просто задать себе вопрос, а что ты сделал за последние 10 лет? Есть ли что-то такое, чем ты и все человечество может по-настоящему гордиться? И, к сожалению, в большинстве случаев ответ удручающий. А вот у Влада, мне кажется, есть что ответить. Вот знаешь, я был очень приятно удивлен, кажется, по весне, когда на каком-то австралийском сайте я вижу статью про ваш мотоцикл, про Джиотто, и там написано, вот, русские парни делают такую крутоту. Я думаю, блин, наконец, мировое признание в боксе. И тем не менее, Джиотто, я так понимаю, постепенно уходит в историю, правильно? И на его место приходит новый проект. Расскажи, почему так вышло, что это будет? Давай так, мы хотели, чтобы он пришел, так скажем, но на самом деле это не так. Потому что все-таки с форк-фактором Верроуда, ну, его ничем не заменить из-за уникальности рамы. Просто из-за того, что вот этот стакан очень низко, и из-за этого получается вытянутый образ. Получилось нечто другое, но которое очень быстро нашло совершенно другого потребителя. И что было для нас тоже достаточно удивительно. Потому что, ты не поверишь, но многие люди, кому нравился Джиотто, не нравилось, что это Харли Дэвидсон. Вот бывает и такое, я вот, оказывается, об этом недавно узнал. Вот, и поэтому, когда мы начали создавать нечто в таком же дизайне, но на другой базе, да, это все-таки немножко другая философия и двигателей, и перемещений, и всего остального, то сразу вот откуда ни возьмись появился новый кластер людей, которым это было интересно. Интересно, чтобы это ехало, чтобы это ехало быстро, чтобы это рулилось, но при этом выглядело так же там пафосно и круто. Концепция Джиотто будет все-таки продолжаться на другой немножко ипостаси. Это в следующем году будет двигатель 114, то есть, по сути, это будет брейкаут, но он уже на собственной раме. То есть, мы Джиотто все-таки выведем в самостоятельный мотоцикл, так скажем. То есть, это следующий этап. Но при этом Альенса будет развиваться параллельно. То есть, как нам казалось, это одна история, а получилось, что это истории, выходящие параллельно. Еще у меня осталось ощущение, что проект на базе Дукас, он долгостроенный у нас получился. Вы как бы давно начали и долго-долго-долго делали первый мотоцикл. В среднем, он уходит от года до полутора. То есть, с Дукати было два этапа. Первым мы разрабатывали ходовую, это то, чтобы можно было одевать наши колеса. И второй этап был разработка Аббеса. У нас выходил сначала стейч полтора, как помнишь, это была ходовая с стоковым баком и хвостом. И затем мы уже сделали к этому сезону Аббес. На Джиото, на самом деле, ушло не меньше. По факту, Джиото, когда создавался, уже была консоль. То есть, мы точно так же. То есть, мы сначала создавали техническую базу, а потом на нее уже делали Аббес. По факту, на Джиото ушло даже больше, там, больше двух лет. Вот, следовательно, здесь точно такая же история. Снег, дубак и зима на улице, товарищи. Но весна будет, и будет обязательно лето, будет мотосезон. Но уже сейчас имеет смысл вспомнить о том, что в линейке Беркут есть вот такой очень классный мотокомпрессор. Он компактный, он удобный, он эффективный. И он, поверьте мне, надежный. Я не один десяток колес им накачал. А еще в линейке Беркут есть вот такие пускочки. Это GSL 15000. Он тоже удобный, тоже компактный, тоже классный и тоже надежный. Компрессор работает либо от розетки, либо от вот такого пускача. Поэтому компания Беркут предлагает комбо купить оба девайса сразу. Причем, кстати говоря, по моему промо-коду это удастся сделать дешевле. Ссылки есть в описании. От себя я добавлю, что и компрессор классная штука, и такой пускач тем более. Особенно для нас, мотоциклистов. Это же не только штуковина, который заводят моторы. Это еще и приличный пауэрбанк, который в поездках бывает ох, как не лишним. В общем, ссылки в описании, повторюсь, вещь стоящая. А мы продолжаем. Слушай, ты знаешь, когда вы только задумывали, Джот, я от тебя слышал такую мысль, что это будет кит-комплект, или это будет мелкая серия, что-то такое. У меня были определенные сомнения. Какой-то, не бивайся, ну да, давай, расскажи мне, как тебе продавать их там десятками. Но практика показала, что действительно это сработало. Вот, здесь вот по первым ощущениям будет тот же успех, что Джот. Сейчас что происходит? Ну вот смотрите, здесь нужно понимать, что есть успех. В момент, когда Альенса только был заложен, то есть был только рендер, и мотоциклы не существовало в природе, было продано 8 экземпляров с помощью картинки. Понимаешь? Следовательно, The Road так не продавался. Это магия имени уже начинает? Это магия имени, это магия бренда, да. Это потому, что люди уже на, просто на твоей задумке уже понимают, что ты выдашь в конце. Вот. И, следовательно, сейчас там на данный момент Альенса продана в районе 10 штук. Это получается за год. По факту мотоцикл вышел 2 месяца назад. А уже есть как бы 10 экземпляров. Как считать, успех это или не успех? Я считаю, что для российского рынка это, ну, как бы, нереально. Да. Вот. Причем некоторые скептики наоборот нам пишут, что, типа, ну вот, Альенса не получился, там, типа, не получилось заменителю в Роуда. Но это было уже изначально понятно, когда мы начали его делать. Потому что мы не хотели портить управляемость. Чтобы сделать заменителю Альенса, ой, Джиотто, нужно поставить большое колесо вперед. Не хотелось. Хотелось, чтобы рулилось, понимаешь? Потому что в нашем ОТИКе начинают уже использовать как средство передвижения, не как экспонаты. И потребность от нас получать вот практичные мотоциклы, она возрастает с каждым днем. И мы с этим, как бы, постоянно боремся. Поэтому Альенса это, на данном этапе, это, наверное, лучшее соотношение между внешним видом, управляемостью и практичностью. Потому что других таких мотиков у нас нет. Чем вообще привлек X-Diwale? Почему вообще X-Diwale? Потому что это очень удобная модульная система. То есть, чем, например, В-Роуд отличается от всех остальных Харлеев? Почему на нем так много широких колес? Потому что есть возможность выносить ведущий шкив. Потому что он ничем не закрыт, не закрыт гусятницы, и бла-бла-бла, пошло-поехало. И рама позволяет. Здесь точно такая же история. То есть, вся задняя часть, по сути, висит на двигателе. И открутив две опоры, да, ты снимаешь абсолютно всю подвеску. И по факту ты, отфрезеровав заново любой хвост, можешь ее сюда прикрутить. И тебе не нужно не вмешиваться ни в какие рамы, подрамники и все остальное. То есть, одно на другое не завязано. Вот. Этим X-Diwale позволяет работать с собой, как с модульной системой. То есть, по факту, мы даже с тобой можем поменять клетку, на которой висит наш стакан. И путем изменения всего вот такого куска рамы, мы можем с тобой даже угол менять, если захотим. И в этом, как бы, тоже соль, потому что мы планируем X-Diwale развивать как базу. То есть, на нем не только альянс появится. То есть, дальше сейчас идут уже разработки следующих историй. Вот. Самой главной задачей было сделать, естественно, маятник под наши колеса и дать потребителю возможность выбирать ширину колес. Потому что, как ни крути, сколько мы от этого не уходили, ну, как бы, российский рынок очень любит широкие колеса. Пока что это так. Сейчас уже идут некоторые компромиссы между управляемостью и внешним видом. Поэтому сейчас уже там с 300, там, все потихонечку на 280 переходят. Процесс будет двигаться к европизации, как говорится. Но, по факту, широкое колесо, что это? Это объем, это красота рисунка, это там пафос определенный. Ну, то есть, все, что люди хотят получать за большие деньги. Следовательно, эту возможность мы должны им здесь предоставить. Мы можем ставить как 240-ое колесо, так и 300-ое. Можно даже 360-ое при очень большом желании, но нахрен не нужно. Вот. Дальше, значит, в чем самый кайф дукатевской базы? Очень много запчастей, которые мы можем использовать от стока. Например, когда ты делаешь консоль на Veroad и хочешь открыть колесо, тебе приходится изготавливать ступицу, ось, подшипники туда ставить, систему ABS и все остальное. Здесь абсолютно все стоковое в этом смысле. То есть, мы берем и меняем только корпус маятника. А вся начинка, которая в нем стоит от тормозов и ступицы, оси, подшипников, это все остается родным. Даже кольцо ABS. Следовательно, родной датчик, все в стоке. Вот. Для чего мы тогда меняем корпус? Дело в том, что на дукате задние колеса асимметричные. То есть, у них центральная посадка смещена в сторону. То есть, они вот так облегают ступицу. Колеса, из которых мы делаем повка, они симметричные. То есть, у них центральная часть находится ровно посередине. Следовательно, из-за этого мы не можем их поставить в стоковый маятник, если захотим даже. То есть, если мы, например, 240 с тобой сохраним. Вот. Поэтому нам приходится делать новый корпус и ступицу немножечко смещать, чтобы мы оказались колесом в оси. Вот. Ну и, естественно, мы решаем одну задачу и также решаем задачу с расширением. То есть, мы даем больше места для колеса. Следовательно, мы можем поставить широкую резину. В том числе, здесь абсолютно сохранена стоковая, стоковый амортизатор и стоковые рычаги. То есть, по факту, подвеска ведет себя абсолютно так же, как стоковый мотик. И это очень важно, потому что ты сам прекрасно знаешь, поездил на многих кастомах, да, чем ближе к стоку, тем лучше. Потому что кастомизация всегда, это в основном, в основном, не всегда, но в основном, это некий компромисс. Ты идешь на какие-то изменения, либо для внешнего вида, либо вот для чего-то подобного. Редко это происходит для того, чтобы мотик родился лучше. Вот. В этом смысле здесь это прям было идеей в том, чтобы это был, ну, как бы сток. В том числе, ты можешь поставить сюда Yolens, который будет там более прогрессивным, еще что-то. Ну, это уже такие там, типа, дополнительные кайфушечки, которые возможны. Дальше, для того, чтобы ремень у нас с тобой сместился в левую часть, и мы могли с тобой использовать широкие колеса, естественно, нам пришлось переделывать левую опору. И опять же, здесь это очень удобно, потому что вся система модульная. Единственное, с чем здесь пришлось столкнуться, это с выносом машинки сцепления. Не машинки, а механизма сцепления гидравлического. Потому что почему-то он сделан так, что он стоит прямо сверху шкива. И если ты отодвигаешь шкив, ты упираешься в цилиндр сцепления. И это было проблемой, потому что это достаточно маленькие механизмы, это удлинение штока. Ну, то есть это вот такая, типа, тонкая инженерия. Но по факту победили. То есть мы здесь имеем с тобой новую опору полностью, которая как бы близка к стоку. Новую крышку. Там стоит опорный подшипник. То есть мы не просто смещаем шкив, мы еще добавляем опору, чтобы не было дополнительной нагрузки на ось. Там стоит опора, стоит подшипник. Ставлю шкив и как бы все это работает. Вот все, что касается задней части. И эта система позволяет нам делать, ну, абсолютно все, что хочешь. Тут снаружи много красоты. Но самое прикольное, это всегда деталюшечки. Потому что, скажем, можно снять сиденье, открутив винт. Но вот тут на магнитах такая вот заглушка закрывает тот самый винт. И с внутренней стороны заглушки написано Made in Box 39. Понимаете? Вот это внимание к мелочам. А, и кстати, вот лично мне глубоко по сердцу пришлось вот это мелочь. Крепление для телефона. Потому что на самом деле это могло бы стать проблемой сразу по двум причинам. Во-первых, обычное пластиковое крепление, это всегда как бородавка на лице. Они выглядят жутко, практически все без исключения. А во-вторых, руль тут такой формы, что на него крепление для телефона еще ты попробуй поди поставь. Но здесь сделали свое собственное, металлическое. Ну, в общем, все прилично. Следующая история у нас это передок. Вот, я думаю, вы помните, как выглядит стоковый XDW? Мувших чертов. Да, ну то есть это, его же адаптировали под американский рынок. Поэтому там все максимально страшное. Там страшные траверсы, ужасные рульи и все-все-все, что можно. Поэтому основная, конечно, задача спереди была придать как бы всему этому некую красивую брутальность. Поэтому здесь у нас все в едином дизайне. Щиток завязанный с фрезерованными траверсами, элегантные линии. Там гребеночка, проточечка, фрезерованные руль из цельных кусков, вставочки всякие. Естественно, попытка обыграть самый страшный спидометр, который только возможен на серийных мотоциклах. Вот здесь, в принципе, плюс-минус это даже получилось. Это его столбик. Да, это его спидометр. Просто по-другому сделанный и сделанный как бы через наше крепление. Так это все в стоке под рулем и выглядит это все максимально ужасно. Вот. Не поверишь, но толстые ручки, да, потому что все потребители, так скажу, люди, любящие пафосную технику, да, когда садятся на мотоцикл, который до кризиса стоил 2 миллиона рублей, да, ну, это достаточно дорогие премиальные мотоциклы, да, то есть это Fatboy, Breakout, там, Rocket 3, там, ну, чуть дороже, да, хотя ты мог S-ку взять, и он стоил бы, как Rocket 3. То есть это такая примялочка. И ты реально подходишь к мотоциклу и сможешь такой, вау, Драгстер, классный, да, вообще такой Драгстер. Ну, садишься за него, берешься за песюны вот такие тоненькие, вот, и просто понимаешь, что ты едешь на Kawasaki 600-ке, да, ну, как бы все, что ты получаешь, это вот, ну, невероятное там ускорение и рулежку. Во всем остальном мотоцикл, когда ты сидишь на нем, вообще не передает тебе никакой брутальности. То есть ты не чувствуешь себя на Драгстере за 2 миллиона. И вот с этим нужно было бороться, да. Опять же, вот, прям, эта потребность людей была, типа, дайте толстый руль. То есть ты, когда на Джоуто садишься, ты понимаешь, что ты взял что-то большое, мощное и дорогое. Ну, как, представляешь, ты бы в Глендваген какой-нибудь садился, а там такой руль от шестерки. Слушай, в Глендвагене... Ну, это отдельная песня. Нет, это лучший пример, я тебе объясню, потому что ты должен понимать потребителя, что, с чем он имеет у тебя дело, понимаешь. А наш, как бы, потребитель – это Глендваген, АМГ и все, что с ними там связано, понимаешь. И мы должны понимать, где, что мы, с кем мы работаем. Вот, поэтому вот эти все нюансы, они очень важны, да. Ты должен себя чувствовать на мотоцикле, соответственно, его стоимости. Это эргономика, так скажем, да, она должна быть. Опять же, из-за этого расширения бака, да, что он должен быть, как бы, более объемный. Вот, то есть ты прям должен садиться и чувствуешь, что ты на дорогом, быстром, мощном, красивом Драгстере. Вот, здесь это решалось рулем, это решалось накладкой расширения, да, которая концептуально взята с Giotto, то есть это все-таки наш форм-фактор, так скажем. Ребята, обязательно подписывайтесь на мой Телеграм и на канал в Дзене. Я очень постараюсь в день, когда видос про этот мотоцикл появится в эфире, либо на Дзен, либо в Телегу выложить какое-нибудь интересное дополнение к видосу. Я не знаю, что это будет. Вот, сходите и посмотрите. Я надеюсь, моральных сил и материала хватит. В общем, Телега и Дзен подписывайтесь, ссылки в описании. Погнали дальше. Мы изготовили дополнительные выносы для стоковых подножек, потому что в России все пацаны очень высокие, здесь их нету, но на некоторых мотоциклах они установлены. То есть задача была человека растянуть немножко на мотике, чтобы он чувствовал себя вот заряженно, да. Потому что поймите, что наши потребители – это не люди, которые ездят до Владивостока, да. И у них задача проехать по городу максимально красиво, чувствуя себя максимально уверенно и, ну, как бы, собрать максимальное количество взглядов. Поэтому практичность посадки, знаешь, там, типа, ну, как бы там, она стоит немножечко на втором плане. Но при этом мы всегда ловим компромисс, тебе должно быть удобно. Вот. Ну, и вот, как бы, вот эти у нас там ребята 185, 195 есть, да, владельцы. И, конечно, это все под Европу делается, там, расточки пониже. И здесь вот решалась задача тем, чтобы длинные люди чуть-чуть могли на нем растянуться. Это как раз тот вопрос кастомизации, когда ты идешь, как бы, к удобству. А вообще как-то под рост человека варьируется что-нибудь? Да, да. У тебя подножка, на ней у тебя заложены резьбы. И ты, как бы, ты можешь там до... Потому что это как раз вопрос принципиальный, как раз с этой посадкой брутальной. Потому что есть эффект, я думаю, многие на этом попадались. Из тех, кто несколько постарше, ты садишься, да, ты такой сел, тебе хочется валить, драгстер. А сейчас я-ка через два спина тебе... Да, 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 да. И здесь компромисс. То есть мы, опять же, предлагаем два руля. То есть ты можешь взять, вот, например, ты сейчас держишь длинный руль, там ты будешь ездить на коротком руле, да, то есть он именно драгстерный, чтобы ты сложился. То есть вот здесь там подножки стоят близко, потому что человек небольшого роста. Там у тебя там будет стоять дальше, потому что человек высокий. Вот поэтому здесь это все опции, они присутствуют. Мы точно так же, как на Giotta, у нас есть два руля и два варианта подножка. Так, как все это сделано, расскажи. У вас, вот, моему непросвещенному взгляду открывается вроде бы какая-то основа, да, и сверху пластиковая. Значит, мы используем следующие технологии. Ну, естественно, фрезеровка в большей степени, потому что это наше все, так скажем. Дальше мы здесь используем 3D-печать. Некоторые элементы, такие как, например, щиток фары, это 3D-печатный элемент. И, например, вот этот весь хвост, это тоже 3D-печать. Вот здесь вот подрамник сам, на котором стоит стоп-сигнал, он фрезерованный. Ну, естественно, траверсы фрезерованы. Дальше на баке мы используем ротационное литье, но нам пришлось сделать собственный бак, потому что мы не могли использовать стоковый, потому что мы хотели определенную конфигурацию. Это вы из пластика отливаете бак? Это мы, да, делаем форму для ротационного литья, и в ней, на специальном предприятии, это все дело отливается. Вот, дальше мы вставляем сюда свои фрезерованные фланцы, и все это функционирует, как сток максимально. Вот, дальше на эту штуку одевается наш кокпит, он сделан из стекловолокна. Это также матрица, где выкладывается стекловолокно. То есть мы комбинируем, какие-то детали печатаем, какие-то стекловолокно. Также здесь очень много настоящего карбона. Например, задний диффузор, это настоящий карбон. Крыло на выносе, на рамке номера, это карбон. Все, что ты видишь на маятнике, это тоже настоящий карбон. Афигеть! А сколько стоит байк? Так, не могу не спросить. Просто вот сейчас невероятное напряжение по ту сторону экрана. Ты знаешь, кому-то это может показаться очень дорого, но на самом деле Альенса – это лучшая история по цене. По той причине, которую я тебя раньше назвал. Здесь очень много стоковых запчастей. То есть если при строительстве джолота тебе приходится покупать чуть ли не на 15 тысяч долларов разных запчастей, чтобы из него сделать это, то здесь практически все нашего производства. Мы сюда покупаем только поворотники, резину и что еще? Что мы еще сюда покупаем? Резина, поворотники и все. Все остальное мы изготавливаем сами. Отсюда сбалансированная цена. Мотик под ключ, без учета донора, то есть ты привез донора и мы его сделали, стоит 2,5 миллиона. Для сравнения, чтобы переделать джолота, нужно 3,5 миллиона. Мотоциклетная прогулка получилась очень короткой и проходила по закрытой территории, поэтому какие-то далеко идущие выводы я делать не имею никакого морального права. И тем не менее, давайте начнем с того, что Ducati XDML это действительно очень хороший круизер. У него круизерная посадка, у него круизерный характер, у него немалый запас мощности, и он тоже добавляет удовольствие от поездки, хотя, конечно, особенности тоже в наличии. Например, мотоцикл постоянно стремится заглохнуть на низких оборотах. Ну вот не любит он все самые низкие обороты. А если говорить о том, что сделала студия Box 39, то, во-первых, спасибо им большое за толстые грипсы взамен стандартных. Дело не только в том, что они дают ощущение мощи, хотя дают они это ощущение, но сверх того, держаться за рулью попросту удобно. Кроме того, удачно размещены приборы, не надо отрывать взгляд от дороги. Кроме того, удобно работать с рычагами и сцеплением тормоза. Кроме того, посадка удобная, во всяком случае при моем среднем росте. Есть один нюанс с сиденьем. Когда ты к нему садишься, ты буквально проваливаешься куда-то в мотоцикл, и возникает ощущение, что сиденье слегка зажимает себя в области пятой точки. Хотя, знаете что? Я вешу не так уж мало, и есть мнение, что, наверное, следовало бы следить за фигурой. Тогда бы на мотоциклах было сидеть удобнее. Такая точка зрения тоже имеет право на существование. Ну а в целом и динамика, и управляемость, и общее ощущение от мотоцикла остались отличными. А все потому, что студия, извини, форму не тронула содержание. Одним словом, проект действительно удался, и я искренне надеюсь, что такие мотоциклы хотя бы время от времени будут попадаться нам на дорогах. Кто-то сейчас наверняка будет охать и ехать, что, мол, дорого. Слушайте, давайте смотреть правде в глаза. Ну это, разумеется, предмет роскоши. Разумеется, денег на такой байк есть мало у кого, и скажу больше. Скажем, у меня их нет, скорее всего, не будет никогда. И ничего противоестественного в такой ситуации, в общем-то, нет в принципе, понимаете? Тут вообще о другом надо говорить. Вот лично мне очень нравится, что этот проект, во-первых, появился, и во-вторых, есть потенциал у него стать по-настоящему успешным. Вот Джиотто, который разошелся тиражом почти в полсотни, он мог породить такой, знаете, ну вот синдром первого романа, когда ты сделал что-то очень-очень крутое, и потом боишься, что не сможешь повторить успех. И вот, скорее всего, этот проект все-таки имеет шансы стать действительно вторым Джиотто. Или, кстати, третьим, потому что в скорости будет премьера Джиотто второго поколения. Там вообще по-своему очень интересная история, но это уже совершенно отдельный разговор. У меня на сегодня все. Если напишите какой-нибудь коммент про этот мотик, мне будет приятно. А так, в общем, лайки, дизлайки, ну и, конечно, комментарии экспертов. Субтитры сделал DimaTorzok